А теперь, согласно плану курса, мы переходим ко второй главной теме — подхода к библейскому богословию, прошлое и настоящее. В качестве введения, для начала в данном разделе курса хочу представить вам исторический ракурс и, соответственно, ключевые фигуры в истории данного подхода к Библии. Безусловно, я буду в высшей степени избирателен. На исчерпывающее изложение в данном случае я не претендую. Если вы прочтете статью Скоби, то увидите, что в ней упомянуты и другие имена. Надеюсь, однако, что такой обзор будет вам весьма полезен. Начнем мы с одного из отцов церкви, жившего в эпоху ранней церкви. Итак, пункт А. Ириней, пионер. Ириней. Первый пункт. Итак, А. Ириней – один его биографические данные. Родился он примерно в 130 году н.э., а умер примерно в 200 году н.э. Родился в Малой Азии на территории современной Турции. В юности Ириней служил при епископе Поликарпе. Он был епископом Смирнским. Поликарп же, в свою очередь, был учеником Иоанна, апостола Иоанна. То есть Ириней учился у того, кто учился у Иоанна. Со временем Ириней сам стал епископом. Епископом Леонским. В Древней Галии. Не знаю, знакомы ли вы с таким персонажем, как Астерикс, но он тоже был из Галии. Есть данные о том, что Ириней принял мученическую смерть. Его выдающееся произведение известно под названием «Против ересей». Против неверного выбора, ибо ересь означает выбор. Неверный выбор богословии. В своей книге, в частности, Ириней пытается опровергнуть гностицизм, получивший значительное распространение во II веке. Религиозно-философское учение для просветленных, для тех, кто обладает гнозисом или тайным знанием, которое призвано зажечь божественную искру. Систем, конечно, существует много, но это в общем говоря. Это божественная искра, уходящая туда, откуда она появилась, оставляя позади бренное тело. Это довольно обширный труд, направленный против ересей. Автор рассматривает порядка 200 систем гностицизма. Так что для изучения данного философского течения это отличный источник. Особенно если учесть, что за последние 100 лет гностической литературы находят все больше и больше. С этой точки зрения интересно посмотреть, насколько автор был точен. Кстати говоря, Ириней, опять-таки, в порядке биографического замечания, был, пожалуй, первым человеком, который выделял Ветхозаветные Писания и Новозаветные Писания. То есть это разделение Писания, к которому мы столь привыкли, было предложено Иринеем. Он говорил и писал о Новом и Ветхом Заветах. Вот что об Иринеи говорит Генри Беттенсон. Цитирую. Иринея можно справедливо назвать первым библейским богословом. Для него Библия — не собрание текстовых доказательств, как, например, для апологетов II века н.э. или их предшественников, а последовательное изложение Бога Откровения и взаимодействие Бога с человечеством, достигшего своей кульминации в лице Иисуса Христа и его искупительной миссии. Иными словами, Беттенсон говорит, что Иринеи пользовался Писанием не как существенной доказательной базой в духе атомизма, но он видел как бы молекулярную природу Писания во всем обилии внутренних взаимосвязей Писания как последовательное изложение Бога Откровения, достигшего своей кульминации во Христе. Хью Пайпер формулирует это так. В отличие от ранних апологетов, выступавших в защиту христианства во II веке, таких, например, как Святой Иустин Мученик, Итак, в отличие от ранних апологетов, он, то есть Иринеи, обладал чувством последовательного развития повествования Писания. Это и есть то развитие истории искупления, о котором мы говорили. Иринеи обладал чувством некой фабулы Писания. Бревет Чайлдс дополняет этот образ так. Бревет Чайлдс Иринеи раз и навсегда ввел и закрепил в качестве ключевого понятия христианской Библии. Итак, мы имеем дело с важной фигурой, с тем, кто исследует Библию в ее широком контексте. Следующая проблема — это проблема манихейства. Итак, проблема учения манихейства. По сути, манихеи, а Манесси буквально через минуту, и гностики в целом, если они и рассматривали Библию так, как мы сегодня, они утверждали, что ветхозаветный Бог не является Отцом Иисуса Христа. Ветхозаветный Бог — это не Отец Иисуса Христа. Ветхозаветный Бог — это меньший дух с довольно скверным нравом. Он судит людей. Во Христе же нам дан дух подлинного Отца, пришедшего спасти нас от ветхозаветного Бога, а также от нашей собственной плотской природы и смертности. Манесс, например, в свое время состоятельный, владелец-совец, утверждал, что христианство — это религия любви. И вследствие этого он рассматривал только свою отредактированную версию того, что мы называем Новым Заветом. Так ему нравилось Евангелие от Луки при его правильной редактуре и ряд посланий апостола Павла. Не все, но опять-таки при правильной редактуре. Какое-то время Манесс жил в Риме, но в конечном итоге он был изгнан из римской церкви за ересь. Произошло это в 144 году н.э. Однако, так же, как и Манесс, Ириней стремился опровергнуть мастицизм, который в определенных формах утверждал, что спасение обретается через знания, через просвещение, а не через веру. И снова это серьезная ересь, связанная с неверным выбором. Ириней же утверждал, что откровение от Бога есть единство старого и нового, что Бог Ветхого Завета — это Бог и Нового Завета. И разделить эти Заветы невозможно. Как же он пришел к заключению о единстве старого и нового? С этим мы переходим к третьему пункту. Подход с точки зрения понятия «завет». Порой Ириней рассуждает несколько странно. Однако, в целом, он удивительно сдержан в отношении ранних христианских писателей и использовании ими Библии того времени. Итак, он провел параллель между четырьмя Евангелиями и тем, что он называл четырьмя основными заветами в Писании. Вот как он описывает это в своем произведении «Против ересей». Не знаю, насколько подробно знакомить вас с его позицией. Могу дать вам главу и стих в оригинальном источнике на латыни. Но не знаю, насколько полезно это будет. Хорошо. Детали пока оставим в стороне. Итак, в произведении «Против ересей» где-то в нем записано следующее. Ириней говорит, цитата, «Евангелие квадратично». В нем четыре стороны. «Евангелие квадратично, равно как и путь, которым следует Господь». По этой причине мы выделяем четыре основных завета, данных человечеству. Первый – до потопа при Адаме. Итак, по его мнению, первый завет был заключен с Адамом. И он был в силе до потопа. То есть, согласно Иринею, это первый завет. Второй завет был заключен после потопа. Во времена Ноя. Итак, второй завет был между Богом и Ноем. Третий – изречение закона при Моисее. Изречение закона при Моисее. Четвертый – был призван обновить человека. И сам по себе он подытоживает все посредством Евангелия. Поднятие и вознесение человека на своих крыльях в Небесное Царство. Такой завет мы именуем новым. Легко представить, что если бы у нас было пять канонических Евангелий, то он включил бы сюда еще и завет с Авраамом. Но поскольку Евангелий всего четыре, Иринея, соответственно, выделил четыре основных завета. Однако обратите внимание на его серьезное отношение к библейскому сюжету целиком. От самого начала сотворения мира до возвращения Христа. Кстати, Ириней выдвинул блестящую идею, которая мне очень импонирует. То, что мы имеем в ветхозаветных писаниях в постепенном развитии откровения Ветхого Завета представляет собой божественную педагогику. Таким образом, Ветхий Завет был Божьей масштабной учебной программой, направленной на образование народа, которому должно было прийти Христу и который должен был принять Его и Его спасение. Что там были категории, позволяющие осознать, что Бог совершил во Христе. Их могли привлекать такие институты, как храм, жертва, священство. Им могли импонировать такие люди, как Авраам, и Моисей, и Давид. Такие события прошлого, как Исход, могли выглядеть для них заманчиво. И во всем этом они могли усмотреть Христа в контексте этой самой божественной учебной программы. Позвольте еще одну цитату из «Против ересей» Иринея. «Бог сотворил мужчину первым по своей необыкновенной щедрости, по своему великодушию. Щедрость. Однако избрал патриархов, Авраама, Исаака, Иакова и так далее, ради их спасения, для того, чтобы заранее подготовить народ, уча их, это и есть божественная педагогика, настойчиво следовать за Богом. И воздвиг на земле пророков, приучая человека к себе и своему духу, а также общению со святым Богом. Сам Он, ни в чем не нуждаясь, ни в чем не нуждаясь, но давая возможность общения с собой тем, кто в этом нуждался, схематично изображая, делая набросок, подобно архитектору, плана спасения тех, кому Он явил благоволение. И Он Сам даровал водительство тем, кто узрел Его не в Египте, не тем, кто роптал в пустыне. Им Он дал закон в полном соответствии с их состоянием. А тех, кто вошел в землю обетован, Он великодушно вознаградил и заколол откормленного теленка для тех, кто обратился к Отцу и подарил им лучшую одежду. Таким образом, самыми разными путями Он подвел человечество к принятию спасения. Главная мысль этой цитаты — это тема божественной педагогики как способа подготовки людей того времени, то есть Божьего народа Ветхого Завета, заключается в том, что у Бога был план спасения. Вот таким языком он выражается. Есть план. Однако, как я уже говорил, порой Библию Иринеи преподносит довольно необычно. Помните ветхозаветное повествование о том, как к Аврааму пришли трое незнакомцев и поведали ему о Содоме и Гаморе? Известно ли вам, что в этот день Авраама навестили Отец, Сын и Святой Дух? Но в тексте этого не написано. Так что иногда Иринеи необычным образом подходит к анализу текста. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com В-четвертых, итоговая мысль, резюмирующая идея. Это одна из его важных организующих мыслей. И забыто ее считать нельзя. В одной из недавно вышедших книг по Святому Духу Кларка Пинако, которая называется «Благодатный огонь», Автор берет эту мысль о возмездии в качестве ключа к пониманию личности и миссии Иисуса Христа. У Иринея это означает следующее. Когда Слово стало плотью, когда Бог Сын стал человеком, подобным нам, Он сделал это отчасти для того, чтобы кратко и наглядно показать, как должна быть написана история человечества. Он покорно и верно прошел все стадии человеческого развития, от рождения до смерти, таким образом, как это подобает человеку. Он покорился, чего в свое время не сделал Адам. Цитата. «Своим решением предусмотрев для нас полноценное спасение, дабы во Христе Иисусе мы вновь могли обрести то, что потеряли в Адаме, а именно состояние пребывания в образе и подобии Божьем». Итак, Он пришел дать нам, утраченное Адамом. Иначе говоря, от рождения до смерти Иисус жил так, как подобает тому, кто носит в себе образ Божий. Для чего? И вот популярнейшая цитата из Аренея, отражающая саму суть ортодоксии, греческой или русской, болгарской, украинской. Это мысль, восходящая как минимум к Аренею. Иисус, Он уподобился нам, дабы мы могли уподобиться Ему. Стать богами со строчной буквы, ведь речь идет о людях. Отражая в нашем усыновлении свою природу, как Сына Божьего. Для Иринея христология — это ключ к Божьему плану спасения. Итак, два наиважнейших момента у Иринея — это целостное восприятие Библии, Завет и христология. Завет и христология. Друзья, занятие наше длится уже почти час. Сейчас будет 10-минутный перерыв. Мы снова собираемся без 22, и будем переходить со 2-го века прямо к веку 18-му, а именно к Иоганну Филиппу Габблеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok